В прямом эфире на канале ТВ5 новости. В студии Алена Матвеева. Здравствуйте. Что делать с мясом? Сегодня утром. Проезд возле вокзала Запорожье-1 по проспекту Соборному был заблокирован. Предприниматели, торгующие свежим мясом на четырех рынках Коммунарского района, вышли на акцию протеста. Им в течение 40 дней не разрешено реализовывать свою продукцию. Причина выявленной в Запорожье – случай африканской чумы свиней. Больное животное находилось как раз в Коммунарском районе. К чему в итоге пришли и разрешат ли продавцам вернуться за прилавки, расскажет Дарья Купличенко. С самого утра движение у вокзала Запорожье-1 заблокировано. Десятки предпринимателей, торгующих свежим мясом на рынках Коммунарского района, ходят по пешеходному переходу. Транспорт замер. Торопящиеся на работу люди вынуждены преодолевать несколько остановок пешком. Причиной несанкционированного митинга стал запрет на торговлю свежим мясом в радиусе трех километров от места заражения животного в Коммунарском районе. Ветеринары объясняют, по закону запрет необходим, чтобы предотвратить распространение вируса африканской чумы свиней. На рынках в основном реализуется мясо подворного убоя, которое мы сегодня запрещаем, отсекаем. В городе Запорожье попало четыре рынка, в том числе и Запорожье-1. Карантин начался с позавчерашнего дня. Если не будет новых вспышек в этом районе и вообще на территории города и области, то через 40 дней он будет снят. Но, по мнению продавцов, единичный случай выявления этого заболевания не может нести угрозу для запорожцев. В нашей области запорожья подержатся. Нет? Единичный случай – это не падеж. Единичный. Для данного заболевания, согласно действующей инструкции, не имеет значения количество голов. Поэтому служба действует в рамках действующей инструкции. Я прошу вас понять, что мы связаны с законодательной базой нормативными документами. Около половины девятого часть митингующих отправилась за разъяснением ситуации к представителям городской власти. Итог общения был подведен во время заседания исполнительного комитета городского совета. Предпринимателям объяснили, какие последствия ждут город в случае распространения инфекции африканской чумы. Хочу сказать о том, что те десятки предпринимателей ставят в первую очередь под угрозу тысячи людей, жителей города Запорожья, потому что оно невозможно. В случае распространения африканской чумы надо будет вырезать поголовье, как бы не всего, поголовье всего города Запорожья. Именно не только свиней, но и, скажем так, других продуктов или других представителей творенного животного мира для того, чтобы не распространить это на другие областя или другие города. Городской голова Владимир Буряк отметил, чтобы предотвратить распространение инфекции, необходимо провести слаженную работу с представителями правоохранительных органов. Правоохранительные органы, я вообще хотел бы, чтобы они немножко разобрались с этой ситуацией, потому что по той информации, какая есть, это свинья в этом дворе не выращивалась. Это все представления были завезены из какого-то из районов Запорожьей области. Карантин в Запорожье будет продолжен. Если через 40 дней случаи выявления заболевания африканской чумой не будут зафиксированы, предприниматели смогут вернуться за прилавки. А реализаторам, которые привозят мясо из отдаленных районов области, имеют все необходимые документы и не проживают в карантинной зоне, уже сейчас предоставят точки продажи на других рынках Запорожья. Я, как городской голова, еще раз повторю, я не допустил, чтобы несколько десятков предпринимателей ставили под загрозу жизни жителей города Запорожья. И мы будем дотримывать с вами закон. Мы для этого тут есть. У нас есть закон. Есть закон про службу, про незначительные ситуации. И поэтому не надо тут рассказывать о том, что запорожье городе не даёт предпринимателям работать на рынках города Запорожья. Недолгая встреча. Сегодня Запорожье посетила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун. Встретилась с врачами, представителями общественности, местной власти и профсоюзных комитетов медучреждений. Презентовала основные аспекты медицинской реформы, которая будет проходить в течение следующих двух-трех лет. Потому что за последние 25 лет было очень много министров, было очень много стратегий и планов реформ, и по одиноких реформах, по одиноких направлениях системы охраны здоровья. Но на самом деле не было большой системной изменой, системной реформы охраны здоровья. И мы все понимаем, что сейчас система, так как она работает, она не работает. После презентации обсуждения споры вызвали вопросы создания госпитальных округов, возмещения стоимости лекарств, заключения договоров с семейными врачами. Медики скоро негативно отозвались о реформе экстренной медицины. Впрочем, конкретных ответов на многие вопросы участники встречи так и не получили. Ульяна Супрун покинула зал до окончания мероприятия. В сегодняшнем диалоге я все-таки не услышал главного вопроса, вопроса финансирования. Неважно, о чем мы говорим, мы всегда говорим о деньгах. И в вопросе реформирования здравоохранения это первоочередной вопрос. На данный момент государственная субвенция не покрывает даже только заработную плату медиков города за прожие врачей. Это порядка только 80%. И сегодня мы свои, скажем так, пожелания и свои проблемы озвучили. Теперь ждем адекватной реакции, чтобы, конечно, это было изменено. И те строчки, от которых зависит жизнь и здоровье конкретно жителей города Запорожья, детей наших ветеранов, они никуда не исчезали. Новая техника для более качественного лечения. В Запорожской городской многопрофильной детской больнице номер 5 сегодня праздник. В рамках реализации комплексной городской программы обновления материально-технического состояния больниц здесь презентовали пять новых медавтомобилей и рентгенаппарат. Подробности в сюжете Ольги Васильевой. Антонина Борисенко уже 30 лет работает в гараже детской больницы номер 5. Из девяти водителей она единственная женщина. Кроме этого еще и механиком работает. Старенькие автомобили поддерживают как могут, ведь оказывать помощь приходится ежедневно. За препаратами крови мы срочно быстро выезжаем, привозим консультантов к нам на больницу, на обследование тоже выезжаем, на разные, которых у нас нет. Проблему с автопарком решили благодаря городской программе. Для детской больницы купили пять новых машин. Стоимость каждой около 270 тысяч гривен. Разница большая. Это машины комфортные, теплые, мягкие, для деточек хорошо. Те машины уже старенькие, поддерживали, но уже очень хорошо, что нам их заменили. Легкие в управлении, тихие в ходу, теплые и удобные. С ребенком удобно будет сидеть здесь, свободно. Кроме новых автомобилей, в больнице появился современный рентгенаппарат «Аполло». На его закупку выделили порядка трех миллионов гривен. Это многопрофильное оборудование с минимальной лучевой нагрузкой на пациента. Мы, конечно, были безумно счастливы, потому что то, что вы видите, это небо и земля, для нас это космические технологии. Он позволяет делать весь спектр рентгеновских исследований для детей любого возраста. Скопические исследования, легкие, кости, позвоночник, мочевыводящая система, череп, в общем, все, что можно, нужно. Поэтапное обновление материально-технической базы лечебных учреждений города – один из главных приоритетов работы городской власти, уверен заместитель городского головы Анатолий Пуставаров. Здоровье наших запорожских детей – это приоритет номер один. Был, есть и будет. Мы будем развивать на постоянной основе нашу пятую детскую больницу, потому как она, на самом деле, в некоторых профилях вообще уникальна и оказывает действительно ту необходимую помощь нашим детям, чтобы они скорее выздоравливали. Ольга Васильева, Олег Мовченюк, ТВ5. Безопасность журналистов – базовый стандарт свободных медиа. Запорожье прошла региональная дискуссия с участием представителей ОБСЕ и Национального союза журналистов Украины. Ключевыми темами для обсуждения стала безопасность работников СМИ, свобода слова в условиях конфликта, борьба с пропагандой войны и насилия, а также варианты помощи со стороны международных журналистских организаций. Один журналист не может сказать, что если его права будут сегодня на улице порушены при съемке, то что его захистят. Вот этого он не может сказать. Как прецеденты мы говорим о Бердянске, когда минулого года побили тележурналистов, поднялась эта журналистская спільнота, пошла к прокуратуре, а местная прокуратура просто зачинила двери. Поэтому мы говорим, что есть эти прецеденты и в Запорожье. Мы не говорим, что это слишком такая территория, вынятковая, беззаконная, но это все равно. Сегодня это импульс на защиту, на солидарность с местными журналистами. Начиная с конца 2013 года, когда начались протесты как в Киеве, так и в некоторых регионах страны, безопасность журналистов, конечно, ситуация улучшилась. То есть по сравнению с тем периодом в разы количество нападений на журналистов, на редакции уменьшилось. Однако здесь возникает другой вопрос, вопрос безнаказанности, отсутствие должного внимания и расследования этих преступлений, которые уже прошли. И по нашему мнению это не менее важный вопрос, потому что в долгосрочной перспективе он имеет все-таки тоже негативные последствия. Электронные ключи. Спрос на создание электронных ключей среди запорожцев с каждым годом растет. Их выдают в государственной фискальной службе. В его задачи входит бесплатная выдача плательщикам налогов сертификатов цифровой подписи. Что такое электронный ключ, для чего он нужен и как его оформить, смотрите в сюжете Седония Ракелян. Полина, частный предприниматель, пришла в центр сертификации ключей, чтобы создать свой электронный ключ. С его помощью каждый зарегистрированный налогоплательщик может предоставлять отчетность в электронном виде в органы налоговой службы. Раньше мне приходилось создавать отчет, приходя в налоговую. Но мне это было удобно, потому что раньше я отчитывалась раз в год. А теперь я набираю наемных работников. И получается, что когда набираешь наемных работников, то требуется отчитываться каждый месяц и раз в квартал. Каждый месяц бегать с бумагами туда-сюда неудобно. Поэтому появились такие электронные ключи. По словам Полины, оформление такого электронного ключа занимает 15-20 минут. Для этого нужно написать заявление и предоставить необходимые документы. Паспорт, идентификационный код. Ну, в принципе, все. Если даже уезжаешь, то есть находишься не в городе, все равно можешь зайти и через интернет сдать отчет. Ключ является аналогом подписи. Состоит как минимум из 8 цифр, говорят представители государственной фискальной службы. Необходимо принести пакет документов, которые находятся на нашем сайте, подробно которые можно изучить. Это для юридических лиц. Это регистративная картка, статут обязательно, оригинал, приказы про призначение, копии паспорта кода. На месте как физические, так и юридические лица заполняют регистрационную карточку. Ее бланк находится на сайте аккредитованного центра сертификации ключей. Для физических лиц необходима только регистрационная карточка, оригинал паспорта кода, копия паспорта кода. Каждый человек, который оформляется, обязательно должен предоставить оригинал паспорта. В центре сертификации ключей говорят собой. Необходимо иметь также любые носители информации, например, диски, на которые будут записаны закрытые ключи. Только за прошлый год более 20 тысяч запорожцев уже оформили так называемый аналог электронной подписи. В преддверии весеннего сезона телеканал ТВ-5 принимал в гостях своих постоянных и потенциальных партнеров. Вечер организовали с целью презентации как новых, так и уже полюбившихся проектов. О том, как прошла встреча и какие гости посетили мероприятия, знает Юлия Пасько. Гостей мероприятия встречает Stars5 – музыкальная группа, которая создана специально для собственных проектов телеканала ТВ-5. Цель встречи – продемонстрировать изнутри своим постоянным и потенциальным партнерам широкие технические возможности канала, которые можно сравнить лишь с возможностями национальных телеканалов. Многочисленные успешные проекты, всеукраинские награды и премии. Телеканалу ТВ-5 есть чем гордиться и что предложить своим партнерам. Вечер начался с подведения итогов прошлого года. Затем поделились и планами на новый весенний сезон. У нас появились новые проекты, тот же «Марафон». И вот итогом в конце года стала, собственно, премия «Телетриумф». И все вместе нам позволило увеличить нашу долю до 1,4 и на 17% повысить аудиторию нашего телесмотрения. Крупные промышленные предприятия, магазины одежды, автозаправочные станции, продуктовые торговые марки, турфирмы и многое другое. На вечере было около 40 партнеров ТВ-5 из разных сфер. Мне нравится, что ТВ-5 идет в ногу со временем, каждый год развивается, собственно, как и весь мир. Поэтому нам нравится, приятно работать. Всегда какие-то новые фишки, новые возможности открываются. Поэтому мы довольны. Были также представители предприятий, с которыми телеканал сотрудничает уже не один десяток лет. Уже на протяжении 20 лет мы сотрудничаем с каналом ТВ-5 по авиационной тематике. И все довольны, всегда время удобное подбирает канал. И в качестве съемок все довольны. Дальнейшее сотрудничество мы будем продолжать. Есть и более молодые, но не менее стабильные партнеры. Например, такие, как туристическое агентство «Люкс», которое является одним из главных спонсоров программы «Хочу в отпуск». Мы хотим продолжать наше сотрудничество. Мы хотим вместе продолжать осваивать мир, другие города, новые страны. Я надеюсь, что мы вместе с Светланой Холод еще снимем ни одной передачи. По завершению мероприятия телеканал ТВ-5 разыграл среди своих партнеров размещение рекламы в эфирной сетке. Юлия Пасько, Эдгар Копытов, ТВ-5. Что заставит Наташу выйти из зоны комфорта и кардинально изменить свою жизнь? Узнайте в сериале «Поцелуй» сразу после выпуска новостей на телеканале ТВ-5. Это была последняя информация о выпуске. Напоминаю, о новостях Запорожья и области вы всегда можете узнать на нашем сайте tv5.zp.ua. А мы с вами увидимся уже в 17.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова